здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы решили поговорить о об искусстве вернее тех людях которые создают это искусство и к тех людях которые помогают другим людям создавать это самое искусство наверное кажется вступление довольно долгим но вы все сейчас поймете потому что в гостях у нас директор детской школы искусств номер 4 городского округа люберца светлана михайловна драйчук а также ученица 7 класса по классу фортепиано алена маркина здравствуйте добрый день сразу же скажу что как вводится в нашей программе во второй части у нас будет еще одна ученица по классу флейты так что нас сегодня будет два представителя или представительницы двух музыкальных инструментов или двух музыкальных направлений стал михайловна ну во первых я так понимаю что традиционно мы говорим год 20 был сложным так далее и тому подобное сложным он был для обычной школы каким он был для школы искусств вы знаете у нас он прошел продуктивно плодотворно ребята не ходили в общеобразовательную школу на дополнительное образование у нас работало то есть мы работаем один на один индивидуально групповые у нас маленькие занятия мы старались работать то есть это тот случай когда вам повезло в какой-то чем не вашей схеме вашей системе а правда что для того чтобы у ребенка найти да какие-то вот его возможности умения научить его до играть на фортепиано или на другом инструменте что действительно лучше один на один конечно то есть индивидуально во всем мире это очень ценится образование именно индивидуальное тогда сразу же такой вопрос как к директору любой ребенок может научиться но вот в данном случае играть на фортепиано конечно любой 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 скажем так результаты будут разные да но научиться может любой это связано с моторикой или с музыкальным слоем но если у человека нет слуха уж не научиться игры это же не скрипка простите аскана скрипке тяжелее да а фортепиано это все возможно вот как здорово я всю жизнь мечтал научиться на пианино на фортепиано но в итоге научился немножко на гитаре играть хотя струны как вы говорите сложнее инструменты да вы знаете каждый преподаватель считает что его инструмент самый сложный это баня люди прежде всего которые выходят из школы давайте начнем как бы с конца до обычно показатель любого направления института школы университета академия он показатель это его выпускники кто ваши выпускники куда они попадают кем они становятся и продолжают ли они свое искусство направление в искусстве вы знаете у нас некоторые наши преподаватели наши выпускники в том числе и я я выпускница этой школы преподаватель вот у которого сейчас учится как раз наша звездочка алена маркина в урганской евгении линишны она мне дала с самого начала шести лет четкую формулировку на всю жизнь это искусство это педагогика хорошо теперь давайте подключим алену алена скажите пожалуйста но мы же знаем что обычно детей папа с мамой приводят за руку начинаются кружки один кружок второй третий и обязательно музыкальная школа как это раньше называлась теперь вот данном случае школа искусств вы же не хотели играть на фортепиано вас же заставили правда ну не было такого что меня именно заставили в тот момент я занималась еще и танцами но бабушка предложила мне пойти в музыкальную школу на фортепиано так как и она и моя мама тоже занимались этим я пришла сначала конечно было не у вас до страшновато но в итоге даже встал выбор перед танцами и музыкой и в итоге я выбрала музыку а почему потому что танцы это все-таки ну как бы ноги работают больше да вот понятно что голова работает и там и там что некоторые думают что уж такой танец до стучишь себя ногами все но там тоже работает голова и мы видим да есть проекты как классической музыкальной так и те же танцевальные где очень интересные бывают композиции если говорить об искусстве но вы вот вы решили остановиться на фортепиано правда что играя на фортепиано готовясь к работе да с этим музыкальным текстом если можно так выразиться что человек по-другому настраивается говорят что даже мыслить начинают по-другому это действительно так я считаю что да потому что ну вот музыка она всегда но без нее нельзя обойтись и считаю даже взять например те же самые мультики если в них не будет музыки уже будет не так интересно я думаю их смотреть то есть вы за то что музыка впереди а все остальное знаете как композиторы всегда говорят сначала музыка а потом текст песни да вот так же бывает мы к вам еще вернемся потому что можно я добавлю у нас еще самое главное что наша бабушка это преподаватель тоже фортепиано поэтому вот иного быть просто не могло вот я поэтому и спрашиваю когда я был маленький слава богу с одной стороны я занимался больше спортом вот но была мода тогда я помню обязательно надо было водить чтобы ребенок хоть что-то мог музыкальной школе сделать у меня как-то сия участь миновала теперь я теперь я конечно же в какой-то степени жалею об этом почему потому что общаясь со многими музыкантами довольно с известными музыкантами я понимаю что они мыслят по-другому у них другой взгляд на мир и поэтому школы искусств это не только но школа в том понимании в котором мы сегодня видим на это действительно умение до понимать что такое звуки умение читать я недавно был на концерте и вот смотришь как люди читают грамоту да мы же знаем что многие сейчас играют поют петь то сейчас может каждый до в караоке но они же не умеют ноты читать а когда музыкант выходит дирижер красиво ноты но при этом еще такой алена вопрос ведь фортепиано не так часто используются в большом симфоническом оркестре очень много концертов где фортепиано в чехле стоит оркестр играет почему как вы считаете я думаю что фортепиано не является как бы самым основным инструментом как бы есть и другие и в симфоническом оркестре как бы может быть сочетание именно данных инструментов как бы приводит к именно такому это общем но это же индивидуальный как найти как спорте индивидуальный вид спорта то есть можно фортепиано стать героем и давать отдельный фортепиано оркестр тем более мы сейчас видим да есть и дуэты и даже трио есть как угодно скажите пожалуйста а какую цель ставит вообще человек который вот берет ребенка это я вопрос с вами холме берет ребенка и чувствует что вот он не просто умеет играть то есть научить как мы поняли можно любого но талант есть вот как ребенку дать понять что надо в этом направлении дальше идти может быть здесь именно заложено его предназначение жизненно вы знаете но во первых все конечно зависит от преподавателей я все-таки хочу немножечко рассказать о нашей школе у нас 31 преподаватель и из них 28 с высшим специальным образованием при этом у нас 14 молодых преподавателей из которых весь духовой отдел о котором мы еще поговорим раньше и о котором вы говорили в первой нашей передаче саксофонисты да 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 у нас все педагоги выпускники московского государственного института имени палитва иванова то есть это какой-то знак я сама выпускница и вы не поверите то есть мы встретились вот этими преподавателями совершенно случайно просто они искали работу и когда ты разговариваешь с ними на профессиональном языке и понимаешь что есть отдача это тот человек который нужен потом и получаются результаты но ведь бывают варианты когда ребенок талантливый и точно может стать звездой но он этого сам не понимает и всячески знаете этому препятствует такой такие что же вариант такие тоже я хочу футбола заниматься или я хочу танцами заниматься не ходил которую ребенку надо дать свободу если он хочет чем-то заниматься то есть рано или поздно он наверно к этому придет он либо придет к музыке либо еще к чему то конечно альон скажите вот вы же совсем еще маленький человек да вы же понимаете что все ваши ровесники но не все наверно там заниматься фортепиано и так далее вот как они относятся к вашей музыки к тому как вы к этому относитесь интересуется кто-то или там например где-то говорят но сыграй нам чего-нибудь может быть выкладываете что-нибудь в интернет уже ну бывает такое мои одноклассники мои подруги знакомые достаточно часто когда приходят ко мне в гости сразу просят что-либо сыграть без этого никогда не бывает приходя ко мне и ну некоторые даже интересуются какими-то успехами и даже морально поддерживать давайте расскажите нам теперь об успехах где принимали участие что где уже отметились чтобы мы понимали ну в последнее время сейчас идут онлайн конкурсы потому что как пандемия да и поэтому приходится отправлять видео то есть фестиваль объявляется до объявляется какой-то конкурс вы записываете видео и отправляете туда так и что было из последнего из последнего был конкурс кабалевского всероссийский советский композитор дмитрий кабалевский в котором мы победители был все раз общероссийский конкурс молодые дарования это на уровне консерватории гнесинки мы там стали участниками но это очень дорогого стоит потому что там порядка 200 детей было очень мало лауреатов и мы довольны что там выступили а вот вы смотрите за работой других там за работа я имею ввиду за за руками как они как музыканты что-нибудь так есть у вас такой вот она лучше или он лучше играют чем я есть мне еще куда расти или вы так вы хоть горитая уже все знание нам не показывать нет я считаю что нет предела совершенства что всегда есть к стремиться дальше нельзя останавливаться на том что вот есть сейчас я знаю что вы собираетесь идти дальше в музыкальном направлении куда но скорее всего я стану педагогом так и приду работать в нашу школу а почему бы не попытаться это это хорошо я согласен безусловно а почему бы не попытаться писать и вот есть там денис мацуев например да вот он делает концерты по всему миру ну опять же с пандемии немножко но тем не менее все вернется когда не и вот вы алена маркина россия народная артистка россии выходит и полуторачасовой концерт и всем балдеют них не хочется стать звездой портепианной музыки или для этого надо как-то много работы ну работать нужно и там и там всегда дело в том что мне хотелось бы работать с детьми и помогать им развивать свои таланты вы хотите воспитывать звезд как-то на михау понятно скажите ален а вот вы же понимаете что музыка это требует от ребенка усидчивости наверное вы тоже это проходили так далее вот что вас заинтересовало может быть есть такой секрет и стали михау не тот же вопрос чем можно заинтересовать маленького человека до чтобы вот он подошел к инструменту не просто там побил по клавишам а с чувством к этому отнес что нужно сначала просто надо увлечь чуть-чуть может быть наступить на проф какой-то так свое воспитание сначала увлечь а потом уже потихоньку втягивая его и родителей работать в тандеме уже работать это знаете как ежик в тумане только не бросайте меня в терновый курс да и еще я хотела добавить что аленушка у нас стипедиат губернатора двадцатом году мы получили именную стипендию одаренных детей мы очень гордимся вот на этой замечательной ноте с чем у вас и поздравляем мы завершаем разговор с аленой но во второй части у нас появится еще одна ученица школы искусств детской школы искусств номер 4 городского округа люберца так что дождитесь напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях представители детской школы искусств номер 4 городского округа люберцы не просто представители об лице директора детской школы искусств номер 4 слава михайловна драйчук с которой мы познакомились первом отделении нашего концерта можно так сказать а во втором отделении к нам присоединилась ученица шестого класса по классу флейты полина янчук здравствуйте полина здравствуйте вот сам хана раз у нас меняются ученицы меняются инструменты каким инструментом вы вообще обучаетесь спектр направлении школы искусств какой он и не только же наверное инструмент конечно инструментов у нас очень много фортепиано баян аккордеон гитара бардовская песня флейта ударные инструменты саксофоны и два еще отделение художественное и хореографическое понятно то есть вы в принципе можете даже устроить большой концерт вместе с танцевальной группы а мы вас пригласим обязательно что какие концерты на этом году планируется как это вообще обычно происходит как какой-то отчет школа делает или как конечно каждый месяц у нас проходит концерт каждый месяц каждый месяц к новому году мы проводим самый наш любимый музыканты шутят где выступают в основном преподаватели с концертными номерами прекрасные концерты у нас весной на выпускных экзаменах так что мы вас ждем понятно полина скажите пожалуйста а как же вы попали в школу искусств это было очень давно и мама решила меня отдать в музыкальную школу как моего старшего брата он обучался по классу труба в городе балашиха но так как мы переехали мама искала музыкальную школу в любрицах и так сложилось что меня отдали на флейту и мне там очень понравилось дали выбор либо флейта либо саксофон я выбрала флейту и я не как же девушка с саксофоном же сейчас это модно а почему в лету выбрали более нежный инструмент да и и мама сказала если ты поступишь на саксофон я не переживу это понятно значит сейчас у нас флейта вот расскажите немножко нам об этом инструменте то есть вам предложили флейту правильно понимаю с вами михайловна что все-таки опытным взглядом преподавателя человека который занимается искусством да и параллельно педагоги гайну можно предположить что ребенку подойдет я почему-то задаю этот вопрос сейчас в ответе потому что все таки тоже духовой так понимаю инструмент да тут надо или как он правильно называется духа вышла конечно конечно тут же легкие нужно иметь хорошие дышать надо правильно конечно вы знаете в современном мире очень пользуется большим спросом именно духовые инструменты потому что родители отдают иногда с целью просто оздоровление то очень много астматиков деток с овз с разными заболеваниями поэтому флейта саксофон пользуются большим спросом то есть это работает еще и на здоровье конечно но собственно говоря любой наверное инструмент так или иначе влияет на здоровье ребенка да правильно там посадка осанка конечно и но разные инструменты есть если конечно там перечислять их очень много вот какой главный принцип то у флейта правильно дышать правильно нажимать на кнопки нет извините я вас поправлю это называется клапанами и и также ну кроме праве правильной постановки и дыхания мы увеличиваем объем легких и у нас появляется правильная постановка пальцев это обязательное условие вот конкретно на на моей модели флейты на ней у клапанах есть так скажем отверстие для пар чтобы пальцы правильно встали на эти клапаны но в некоторых моделях они более простые это просто гладкая поверхность и иногда на них пальцы начинается скальзывать если перейти с той модели флейты на такую как у меня возможно что такие дырочки не будут закрываться полностью и звук будет не очень красивым ну то есть вы настолько должны с этим инструментом что называется срастись да то есть такое единое целое какова роль я вот сейчас че так напал на полину хорошем смысле этого слова потому что редкий инструмент видите я назвал это неправильно клапан и мы это запомним славе холма вот как сделать так чтобы он дальше чтобы вот как полина нам тут рассказал целую историю как вот работает инструмент потому что преподаватели у нас очень увлекающиеся люди у нас несколько ансамблей преподавателей существует и как раз вот полин преподаватель организовал арт пикник ансамбль мы играем любую музыку современную популярную на высочайшем хочу сказать уровне то есть детки ученики видят это слышат тянутся и конечно хотят играть и полечка скажи сколько часов ты занимаешься в обычные дни когда я прихожу после школы и то я занимаюсь примерно час или час с половиной но по выходным и или каникулам я занимаюсь два или три часа каждый день мне кажется вот я прям вижу что полина точно будет хорошим преподавателем да я уже готов приступить к инструменту уже что-то понимать мы естественно не просто так положили инструмент буквально совсем скоро он зазвучит я думаю что полина нам в этом поможет мне единственный такой вопрос а вы следите за сейчас много показывают записи и прошлых лет и современные прямые концерт вот недавно показывали пандемийную скажем так запись знаменитой филармонии венской вот вы смотрите за музыкантами как они работают что-то вы с них считываете для себя да конечно можно приведу пример конечно нужно есть такая очень хорошая флитистка ольга и вушейкова и она всегда филирует ноту очень интересным способом можно я покажу ну-ка она играет саму ноту и некоторые флитисты просто убирают звук при помощи губ она убирает вот так вот флит это достаточно сложно и я стала перенимать эту привычку и мне этот способ нравится больше чем просто зажимать губы то есть надо идти вперед работать на 360 градусов искать новые способы за кем-то подсматривать что-то брать для себя и тогда да конечно очень хорошо а можно я добавлю до пандемии как раз вот наталья викторовна преподавателем более очень часто весь класс брала и выезжала на концерты мы к себе приглашали вот ту же ольгу и вушейкову к себе на мастер-класс то есть постоянно идет какой-то обмен а даже можно задать вопрос потому что иногда спросишь а как человек играет он говорит я даже не знаю как получать конечно они смотреть пощупать понять что это очень хорошо у нас очень интересные проходят уроки так как я преподаю напротив кабинета как раз флейты там постоянно какие-то писки крики у них интересная такая поль как это называется вот этот шар на котором вы прыгаете опять же для того что не сбивалось дыхание маленький шар на котором из культуры целого да то есть очень интересно и даже малыши когда приходят им это интересно ну что пришло время мне кажется все-таки услышать флейту что вы нам сегодня покажите парни на хотя бы чуть-чуть потому что инструмент любит когда он работает я хочу вам сыграть мелодию из фильма биби си шерлок хую или нау ммм 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Браво! Я думаю, что Шерлоку понравилось бы, безусловно. Вот, великолепно. Полин, спасибо большое. Честно говоря, смотришь на детей, на Полину и на Алену, которая была в первой части, и остается только завидовать, если не умеешь играть на этом инструменте. И вот у меня такой вопрос. Слава Михайловна, ваш набор-то будет новый? Конечно. Сейчас нас смотрят родители, у которых еще маленькие совсем дети. Как это происходит? Когда, куда обратиться? Где посмотреть ваши работы, может быть, или как документы оформить? Посмотреть на сайте, либо обратиться в школу. У нас есть подготовительный класс, который с сентября работает. Есть подготовительные курсы. Мы начали заниматься 13 января. Мы как бы разговариваем с родителями, предлагаем инструменты. Приходят педагоги и детки, играют. Они выбирают, на чем они хотят заниматься. В эти 4 месяца попробуют, и уже с сентября мы их ждем. Но вот вы говорите, что такой индивидуальный подход. Изначает ли это, что бывает какая-то очередь, я не знаю, выстраивается? Ну, конечно, у нас по 3 человека на место. По 3 человека? А вы берете одного? Конечно. А почему нельзя троих взять? У нас бюджет. Ага, понятно. А остальные идут на платное отделение. Мы берем всех. Ага, грубо говоря, мягко выражаясь, как говорили раньше, надо пораньше об этом позаботиться родителям. Конечно, безусловно. И, наверное, я так понимаю, ребенок иногда... Ну, наверное, есть ребенок, который придет, увидел, как Полина сейчас играет, и скажет, я тоже хочу играть, вот как Полина. А есть ребята, которых, наверное, долго еще надо, да? То есть есть, например, слух, все хорошо, замечательно. Долго можно выбирать этот инструмент? А вот как раз на подготовительном отделении они выбирают? Инструмент пробуют себя, смогут они заниматься, проверяют свою усидчивость, интерес. Могут поменять несколько инструментов за год. Кстати, Полина, последний вопрос, и будем прощаться. А благодаря этому инструменту вы еще на других каких-то можете играть? Да, конечно. На каких? Фортепиано. Немножко на ксилофоне, но это благодаря друзьям, которые учатся на отделении ударных инструментов. То есть можно параллельно еще чуть-чуть, маленький собственный оркестр сделать, да? Да. Спасибо огромное. Ну что ж, Светлана Михайловна Драйчук, директор детской школы искусств номер 4 городского округа Люберца, спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что в этом году уже будут оффлайн-фестивали, конкурсы, концерты, и вы сможете уже в полном объеме, так сказать, выставить весь ваш коллектив. Полина Янчук ученица по классу флейта, ученица 6 класса, и в первой части у нас была Алена Маркина. Спасибо вам большое, такое настроение приятное нам. Спасибо большое за приглашение. И если вы хотите, чтобы ваши дети тоже умели играть на инструментах, приходите в детскую школу искусств. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова